Мы сегодня собрались, это наша четвертая встреча, даже немножко сейчас музыку уберу, пусть она будет там в бэкграунд где-то, да? Четвертая встреча этой группы, которую мы называем как бы деколониальные исследования, и опять же, почему эта группа создалась, потому что нам было интересно, ну какое отношение деколониальные траектории имеют к Центральной Азии или Евроазии? Можем ли мы какие-то идеи использовать и в каком смысле? Потому что у нас, конечно, исторические контексты очень разные, там Южная Америка, Северная Америка, бывший Советский Союз, да? Но какие-то идеи, какие-то проблемы, какие-то struggles, да, наверное, у нас все же схожи. Ну поэтому мы решили начать читать как бы деколониальные траектории литературно-деколониальные траектории, и мне персонально очень интересно, потому что я с 17-го года работаю с коренным населением штата Нью-Хэмпшир, пытаясь вот такое деколонию органайзинг здесь создать, потому что здесь абсолютно indigenous history and heritage erased, то есть очень мало информации, и в публичном образовании практически это никогда не вспоминается. Ну вот, сегодняшний разговор «Зачем и кто?» Сегодняшний разговор у нас будет с Махирой Дельбаровной, с Айракуловой и Георгием Мамедовым. Махира Дельбаровна и Георгием Мамедовым немножко поделятся своими соображениями о деколонизации как политическом проекте и солидарности, как важной его составляющей. Георгий сегодня, мы надеемся, прочтет немного своего публицифтическо-поэтического эссей. Я специально печатаю для тех, у кого со слухом плохо, они могут тогда прочитать слова. Я тут объяснить вам, почему у меня PowerPoint показан. своего эсси «Decolonial Efforts in the Post-Soviet», написанное для проекта «Perverse Decolonization». Мне так нравится это название, я даже хотела его на русский перевести. Ну, когда вот автоматически не случилось, может быть, вы поможете мне. А Махира расскажет об исследовании опытов и практик солидарности в киргизском гражданском обществе и в наше время в связи с пандемией. Ой, даже это я не хотела сделать, но сделала. Значит, наши сегодня собеседники представили нам, ну, несколько, предложили нам несколько работ почитать. Я, например, вот с первой работой знакома, долгое время уже. Вторую я найти так и не смогла. Но мы все с вами знакомы немного с Махирой и Георгием, с их работой из предыдущих встреч, да, начиная со второй встречи. Это совсем другие. Мы обсуждали ваш проект, проект совсем другие. Ну, и мы, конечно, читали Махиры последние выступления в 2019 году и последнее ее assessment, да, что случилось в феминале. То есть мы как бы знакомы с нашими, с людьми, которые сегодня пришли на встречу. Если вы хотите оставаться на связи и думать вместе с нами, то обязательно посетите нашу группу на Facebook. Таким образом вы будете знать, что у нас происходит и, ну, join our group, да, чтобы мы могли там, мы пытаемся там делиться какими-то событиями, какой-то информацией, литературой, идеями. Ну, вот деколонизация – это метафора или не метафора? Это тоже, по-моему, очень важный вопрос для нас там. И Руфи подняла этот вопрос даже в самой первой встрече или до первой встречи, можем ли мы употреблять деколонизация не как метафора, когда мы говорим о постсоветском пространстве. Ну, вот, может быть, как бы мы сможем этот вопрос поднять. Я не знаю, почему вот здесь я просто то, что самое первое, попалось на интернете, Георгий, потому что я хочу, я не пиар здесь не делаю, но я хочу сказать, что я так жду прочитать вашу книгу, у меня ее еще нет, и, может быть, вы оба немножко ее, ну, затронете, да, которая книга «Счастье», которая, как бы, ну, абсолютно новая публикация, и мне очень нравятся вот эти иллюстрации. Не знаю, кто вас так классно нарисовал, но это классно. Вот, Махира, вот в этом описании хочу сказать, опять же, это Американский университет Центральной Азии, и что меня привлекает, это то, что это последние слова «In fostering home-made research in an increase in the local and international outreach of the Institute». Вот это для меня самое главное. Вот так «home-made», я даже об этом не подумала, да, то, что делается дома, да. Ну, за это вам огромное спасибо. В общем-то, основная идея, которая, как бы, соединяет всех нас вместе, я думаю, вот эту группу, это то, что искусство невозможно без теории и невозможно без активизма. То же самое говорит, можем сказать, о теории. Теория невозможна без искусства и без активизма. Я когда думаю, я такой пример не хочу приводить, ну, он просто «immediately in my mind», там, Леонардо да Винчи, да, это если бы не было искусства, не было бы науки, то есть начинается с искусства, потом, конечно, мы можем каким-то образом, хотим каким-то образом, может быть, изменить наш мир и мир наших близких. Активизм, искусство, теория вместе. Да, сегодня мы услышим много по поводу этих трех, этой троицы, троицы, нет, да, это хорошее слово, троицы, нам всем знакомые. Кто я? Я Светлана, я мама, я общественная образовательница. Да, как вы видите, я пытаюсь применять феминитивы, то есть Google Translate мне дает какое-то русское слово, а потом я его вот так пытаюсь провести. Я активистка, я с Кавказа, и всегда меня мама исправляла, она говорила, с Кавказа нельзя говорить, это неправильно. Но я с Кавказа и живу сейчас в Нью-Хемпшире, Соединенных Штатах, и надеюсь этим летом поехать на Кавказ. Ну вот и все. Начнем. Если Георгий и Махира, кто из вас хочет пойти первым, и немножко, может быть, о себе скажите. Спасибо. Ну, наверное, я начну, потому что мы так обсуждали. Я буду говорить больше отчасти о прошлом, и Махира о будущем. Ну, на самом деле, мы будем говорить об одном и том же. Мы решили предложить в качестве нашей темы сегодня солидарность, потому что это то, чем мы в последнее время активно занимаемся, с одной стороны. А с другой, ну, мы как бы живем в Центральной Азии, на постсоветском пространстве, и видим, что в последнее время вообще, как бы, интерес к постколониальным исследованиям, к деколониальности становится очень-очень видимым. Причем не только в Центральной Азии. Вообще, что удивительно, он как бы доходит до России. Я вот сейчас, например, читаю курс онлайн, который называется «Постколониальности искусства» на факультете современного искусства онлайн-университета средообучения. Вот Сергей Николаевич недавно инициировал целый курс тоже онлайн, то есть как бы по постколониальным исследованиям. То есть в русскоязычной среде постколониальные исследования становятся все более и более востребованы. С другой стороны, этот постколониальный дискурс с такими центрами в Алма-Ате, в Астане или в Бишкеке уже обретает какие-то свои специфические черты, появляются свои какие-то пророки, герои. И, например, лично меня это действительно не может, с одной стороны, не радовать, потому что мы говорили о постколониальности, вообще колониальной проблематике в связи с советским и шире, в течение довольно долгого времени, когда существовал штаб. И, понятно, просачивание этой темы в публичное пространство не может не радовать, но в то же время я как бы вижу и замечаю, что вот этот постсоветский центрально-азиатский дискурс вокруг доколониальности во многом вбирает в себя наши локальные постсоветские политические черты дискуссий. И на мой личный взгляд он остается практически сугубо либеральным в таком постсоветском изводе понимания либеральности и содержит в себе, соответственно, такие постсоветские либеральные аспекты. Я прошу прощения, я отвлекаюсь, у меня тоже техническая сложность. Планшет, который я должен читать, отключился. Я надеюсь, сейчас это заработает. И, в частности, два таких важных аспекта у этого доколониального дискурса. Это его антисоветскость и шире, мягко скажем, игнорирование вопросов капитализма или же просто явная антикоммунистическая или антисоциалистическая направленность. Это не только лично мое ощущение, для меня это странно в контексте того, что, собственно, и постколониальные теории, и деколониальная мысль по большому счету являются левыми. Левыми, во-первых, частью левой критической мысли, интеллектуально, но и левыми политически. При всех спорах между постколониальными исследователями и марксистами, сейчас, например, я больше погружаюсь в это и читаю, понимая, что, в общем-то, все классические постколониальные тексты можно читать как некоторую дискуссию с марксизмом постоянно. Марксизм выступает очень часто с таким своеобразным другим для постколониальной мысли. Ну а доколониальная мысль, собственно, выходящая из антиглобалистских движений в Южной Америке, как бы в своей основе является антикапиталистической. И, ну вот, на постсоветском пространстве она таковой не становится. Эти вопросы либо полностью игнорируются, либо, ну вот, приобретают такой, как я сказал, вполне наш специфический антисоветский момент. Сейчас, секундочку. И вот несколько лет назад мне случилось принять участие в проекте, который называется Perverse Decolonization, извращенная деколонизация. Этот проект был инициирован Центром изучения мировых культур в Кёльне. Кураторами его выступили российские интеллектуалы Катя Дёготь и Дэвид Риф. Проект, по-своему, очень интересный, и он, в общем-то, делался из позиции посмотреть критически на такое присвоение или апроприацию деколониальности с разными авторитарными националистическими режимами по всему миру, которые, в общем-то, выстраивают свою консервативную политику на таком, как бы, антизападничестве, антиглобализме, антимодернизме, на дискурсе аутентичности и, как ни странно, очень часто оказываются в стыковке с, в том числе, с доколониальной мыслью. Например, Миньоло тоже, допустим, поет некоторые дефирамбы Китаю в своих статьях, как к примеру такому антизападного эпистемологического неповиновения. И, как бы, целая плеяда от Путина до Орбана, и вы можете назвать кого угодно, встраивается вот в этот вот «мы не Запад, здесь вам не Европа». Соответственно, мы, как бы, должны жить по каким-то своим правилам и нормам. И вот эта вот смычка очень странная и парадоксальная была, в общем-то, фокусом этого проекта, который назывался Perverse Dekolonization, и для него меня попросили написать, то есть я принимал участие, вот готовится публикация, и меня попросили написать текст, и в этом тексте я решил воспользоваться такой возможностью и как-то, ну, прояснить свои отношения с этим доколониальным дискурсом, который существует в постсоветском пространстве. И как-то, потому что это все вокруг, как бы, крутится, нас часто куда-то зовут, просят дать интервью, как-то прокомментировать, воспринимает нас, ну, я говорю про себя, про Махиру, может быть, в каком-то смысле внутри этого постколониального процесса. При этом, ну, мы, наверное, все-таки вот в то сообщество, которое себя как доколониальное в Центральной Азии описывает, мы, наверное, к нему все-таки не относимся, потому что действительно есть, ну, для нас очень важные, для меня во всех случаях очень важные вещи. Мне кажется, что доколонизация – это политический проект и политические основания, и политическую оптику, которая в нем присутствует, необходимо рефлексировать, и о ней необходимо говорить. Вот, ну, на этом я как бы закончу и просто постараюсь прочитать. Надеюсь, это будет нормально, не очень утомительно в Zoom. Если будет, то можно прерваться. Мы тут все свои, я так вижу. Так что, и я тогда, я так понимаю, что мы тут в такой двуязычной ситуации, я поэтому самоколонизируюсь, читать буду по-английски, я как бы не стал его переводить на русский, но, да, дискутировать, прерываться можно. Да? Хорошо. Спасибо. Так называется оно «Decolonial efforts in the post-Soviet context». To perverse decolonization. What can be scarier than fascism? Only when it arises unchallenged by any viable counterforce. This is probably sums up our current situation, as aggressive right-wing nationalism seemed to go unchallenged in any meaningful way all over the world. The notion of perverse decolonization as a misguided emancipatory process invites us to explore to what extent new nationalistic approaches and movements make use of post-colonial rhetoric and to what degree they are influenced by post-colonial thinking. However, I personally find the epithet perverse disturbing. The dictionary definition of perverse is contrary to the accepted or expected standard or practice. Decolonization as emancipatory and counter-hegemonic theory and practice is perverse by definition. As from the hegemonic perspective, any emancipatory effort shows a deliberate and obstinate desire to behave in an unreasonable or unacceptable way. If decolonization is not perverse, what is it then? Accommodating, cooperative, reasonable, or obedient. These are the antonyms of perverse listed by the Oxford Dictionary. My unease with juxtaposition of decolonization and perversion is not only of linguistic origin. Pervert is one of the multiple priorities used to degrade homosexuals. And as a homosexual man myself, I am far too familiar with it. At the same time, there is a long-standing tradition of appropriating pejorative labels by marginalized and outcast groups and turning them into badges of honor. This is how the word gay, queer, creep, and others came about. Indulging in this cementing discussion, I, however, do not want to diminish the primary concern of the perverse decolonization project with the rising nationalist and isolationist policies that appeal to ethnic and cultural authenticity as an antidote to global Western hegemony, and in this respect, indeed might be easily confused for disobedient and unaccommodating. I think, nevertheless, that it's crucial to draw a clear dividing line between the reactionary and perversive practices of challenging hegemonic structures. The vector of the reactionary quest for authenticity, or in other words, ethnic, cultural, or religious purity, is always aimed at the past as a source of phantasmic unity and wholeness of an imagined community. We used to be happier and greater once, and now it's time to regain that state through the vast operation of regeneration of that once happy unity by destroying everything perceived as hindering homogeneity, impeding unity, and dissolving profound identity. This is fascism. But fascism is not a perversion. It is the absolute opposite of it. Fascism is normalcy, rationality, and obedience at their highest degree. Any truly emancipatory project is always concerned with the future and not the past. The point of departure for political liberation is a stark realization that we have never been happy. The promise of emancipation is not in returning, but in moving forward. This persistent quest for futurity, not authenticity, is a distinctive feature of subversive emancipation. And to be able to move forward, non-cooperation and disobedience are absolutely vital. What we need then to confront fascism is not to straighten perverse decolonization, but to pervert a decolonization that is too straight. Vivek Chiber, one of the most vocal Marxist critics of post-colonial theory, challenges post-colonial and decolonial thinkers exactly for being not perverse enough. that is uncooperative and unaccommodating to capitalism. For him, post-colonial theory is too obedient and reasonable when it comes to addressing the root causes of colonialism and attendant post-colonial disparities and miseries. Chiber's harsh Marxist criticism of post-colonial studies focuses on their ambition to do what Marxism had already attempted, namely to explain the world and to show ways to change it. He is convinced, though, that post-colonial studies fails on both fronts. Chiber insists that instead of focusing on cultural differences originating from the post-colonial condition, the subaltern classes should be included in the universal proletariat as subjects of the global class struggle. Responses to Chiber's criticism from the opposing camp are no less salty. Gayatri Spivak has characterized Chiber as a proponent of Little Britain Marxism with its agenda to delegitimize all other emancipatory perspectives. Meanwhile, Latin American thinkers of the so-called decolonial term, like Walton Mignola, for example, would see little sense in this debate between Marxism and post-colonial theory. In decolonial thinking, neither post-colonial theory with liberal identity politics in its core, nor Marxism with its agenda of class struggle are capable of carrying out a truly emancipatory project of decolonization. The colonial thinkers approach colonialism and coloniality, for that matter, as inevitable outcomes of modernity, manifestations of its darker side. Therefore, decolonization is only feasible outside of the framework of modernity and its dichotomies, including that of capitalism-socialism and reformism-revolution. Decolonization as emancipatory project confronts modernity as a product of Western political and epistemological hegemony in all its conflicting forms, including conservative, primordial, ethnic national unity, the inclusivity of liberal human rights, and the Marxist notion of transformative revolution. Instead, the colonial thinkers call for radical deviation or perversion, for that matter, from Western modernity by the way of epistemic disobedience. They draw their disobedient theoretical inspirations from largely ignored in the West, if not intentionally silenced, political, philosophical, and cosmological thought that originates from the experience of indigenous, mestiza, and enslaved populations of the Americas, Africa, and Asia. Zapatista and other indigenous and African social movements in the Americas and anti-globalist world social forum determine the alternativist political horizon of decolonial thinking. The decolonial concept of epistemic disobedience seems crucial to a more positive perversion of emancipatory thinking. The decolonization as practice is feasible only as an effort that is as conscious, that is, as a conscious extortion of power, a directed application of force against dominant epistemic and political structures. At the same time, in a sort of orthodox fashion, I strongly believe that the only viable alternative to fascism is communism. Decolonizing Soviet socialism. This understanding of communism as the alternative to fascism has always informed my artistic, intellectual, and activist practice and resulted in a number of politically engaged artistic projects inspired by the early Soviet productivist aesthetic whose enthusiasts sought a union between artistic creativity and industrial production. One such project was a workshop co-organized with the Kyrgyz LGBT activists to produce banners, posters, stickers, and slogans for an anti-homophobic campaign. The visual solutions we devised during that workshop echoed the visuality of the early Soviet avant-garde. This combination of the contemporary political struggle for equal rights and the Soviet revolutionary aesthetic seemed very logical and powerful to us as people coming from art. It was not that logical to our activist comrades or to general public. Questions like but the Soviet Union was a totalitarian regime that persecuted gays constantly came up and it was clear that they did not originate only out of ignorance and therefore could not be simply dismissed as uninformed. They represented a hegemonic ideological narrative in which not only the Soviet period but socialism as an ideology in general were seen as backward, non-democratic, totalitarian, repressive, and in the case of Central Asia colonial as well. The question we as politicized artists face in that collaboration with human rights activists was what does it mean to be a socialist in post-Soviet Central Asia? This question itself as well as the answers to it are not as trivial as they may seem. The question of socialist subjectivity brings with itself a whole train of more specific questions such as is it possible to oppose expansion of foreign capital in the country and not to sleep into nationalist xenophobia? Can one be critical of the liberal version of emancipation and human rights and at the same time be a militant LGBT and feminist activist? Is it possible to confront Russian neo-imperialism in Central Asia and not to see the Soviet period as colonial? Is it even possible to be Kyrgyz and communist? Formulating answers to these questions entails serious engagement with the history of Soviet socialism. It is important to remember that Soviet socialism served as a source of inspiration and the model for the anti-colonial movements that to a great extent defined the past century. Therefore, as historian Adib Khalid argues, to turn the entire complexity and multiplicity of the Soviet socialist experience into varieties of colonialism is not just to misunderstand the passions that define the 20th century. It is an ideological move to foreclose all possibility to change in a universalist way beyond the confines of tradition. There is no doubt, however, that both the 20th century political decolonization movements and Soviet socialism largely fail as emancipatory projects. But as Mignolom noted, both left footprints. If properly identified and studied, these footprints can inform and direct our own way towards the future. The focus on futurity instead of lost authenticity outlined above does not mean that emancipatory politics does not concern itself with the past at all. The radical difference in approaching the past between fascism and communism is that for fascism the past is a destination while for communism it is a point of departure. Hence, I would suggest that the decolonization of Soviet socialism must be an important part of the decolonial effort in the post-socialist context. This decolonial effort might go in two directions. The first one is the de-rusification of Soviet history and the second is to search Soviet socialist experience for resources to be used in radical emancipatory thinking and practice in the current crisis of identity politics. And now I briefly outline what it may look like. Kyrgyz and communist. I want to start this section with a short poetic interlude and quote a fragment from the poem The Bolshevik March Moves On written in 1931 by the Kyrgyz poet and playwright Jomart Bakanbayev. It's an English translation by our friend and comrade Charles Buxton. Our villages rejoice shaking off the dust of outworn traditions. New machinery in the fields a blue flame burns in the workshop and the motors roar into life as the factory horn sounds and the durset lands have turned green irrigated by new canals The Bolshevik March moves forward The bells ring out in joyful sound Each day we make a further step preparing socialism's ground Bakanbayev's biography is typical for many Soviet Kyrgyz intellectuals of the 1920s 1930s Born to a poor family in the rural part of southern Kyrgyzstan he spent a few years in a boarding home trained at home as a teacher and then continued his professional education in Moscow in his early poems Bakanbayev almost exclusively features people of labor peasants and workers as builders of new lives as he strives to document rapidly changing social reality in the post-revolutionary Kyrgyzstan his first poem published in 1927 was called To the Poor Who Obtain the Land 1933 saw the appearance of his first volume of poetry entitled The Beginning of Labor in his poems Bakanbayev masterfully blends the Kyrgyz lyrical tradition of Akins Bart with the acute sense of modern life and revolutionary sharpness he often turns to the metaphor of the pen as a sword to emphasize the class motivation of his poetic work in 1941 Bakanbayev joined the ranks of the Red Army as a volunteer during the Second World War he served as the editor of his division newspaper Bakanbayev's poems are studied in schools and republished regularly however none of his recently published biographies ever mentions his communist political affiliations the Wikipedia article only briefly notes that Bakanbayev was one of the first poets to introduce images of workers and enthusiasts of industrialization into Kyrgyz literature and that his poetry is marked by agitational fashion none of the recent publications of his works includes any of his agitational poems though in the Kyrgyz national literary canon he is a lyrical poet who celebrated the beauty of his native land one of the primary ambitions of the colonial thinking is to emancipate post-colonial subjects from the inferiority complex imposed on them by western modernity at the same time the post-soviet decolonial discourse views Soviet socialism as an imperialist project that only used the colonial rhetoric to disguise its colonial essence and brainwash the colonized paradoxically the nationalist and decolonial perspective coincide in their treatment of someone of someone like Bakambayev by denying him a political subjectivity if Bakambayev is not a lyrical poet as the nationalist canon portrays him from a decolonial point of view he must be either a brainwashed idiot or a hypocrite Bakambayev's poetry and other writing express a yearning to first and foremost a political subject a communist and even worse a poet Bolshevik this is how the critics of the time described however for Bakambayev himself being Kyrgyz and communist seemed to involve some sort of contradiction he was preoccupied with the question of what it means to be a revolutionary poet on the Soviet periphery and strove to identify the precursors of that revolutionary poetic subjectivity he himself embodied he dedicated five years of his rather short life to collecting and recording the legacy of the Kyrgyz bar Taktagul who harshly confronted the rich and clergy in his sons and was sentenced to exile in Siberia by the Russian colonial authorities Bakambayev's engagement with Taktagul's legacy as an attempt to identify the pre-revolutionary emancipatory trajectory in Kyrgyz culture is an example of what I defined above as a decolonial effort this effort focuses on creating multiple localized narratives of subversion and emancipation from today's perspective the rediscovery of Bakambayev's own political poetry and the acknowledgement of his communist subjectivity is also a decolonial effort we need to write the story of Soviet socialism outside of its dominant Russocentric story concretely speaking decolonization of the Soviet socialism means its derusification this effort of derusification of the Soviet must involve comprehensive and critical research writing and representation of Soviet socialism or maybe even socialism in all its cultural ethnic and local diversity the current Russian centered story of the Soviet socialism is not only deluding in historical sense as it simply leaves invisible the complex diversity of Soviet life outside of the narrowly defined framework but it also the subjectivizes millions of non-Russian people who consciously and critically engaged with socialism and its communist promises beyond identity politics in this section I want to turn to the theoretical legacy of the Soviet Marxist philosopher Evert Ilyenkov developed within the Soviet Marxism radical theory of politics of the body that can radically inform and even transform our understanding of emancipation at the intersection of class and identity one of the prime critiques of Soviet socialism by the progressive left is that it almost totally disregarded the politics of the body the economic reductionist dogma that transformations of the base would ultimately translate into changes of the superstructure was a distinctive feature of Soviet Marxism but not only Marxism in general tends to privilege economy or class over the body and its oppressions this alienates many social movements mobilizing around the fight against various forms of bodily oppression based on gender sexuality race disability or ethnicity from Marxism as the result in the last 40 years feminist and LGBT movements for example have been co-opted into neoliberal politics of identity instead of equal participation in the struggle for universal equality queer subjects were offered an equal part in the universal misery of national citizenship heteronormative marriage and nationalist and imperialist politics like military service etc at the same time mainstream LGBT politics in its most spectacular forms such as gay pride parades is utilized to pink wash the most oppressive and brutal elements of global capitalism including corporate business police force and racial and religious discrimination and violence neither marxism nor identity politics seem to be perverse enough to challenge the dominant oppressive structures in all their complexity ilienkov who remained a devoted communist all his life lived under really existing socialism in which the private ownership of a means of production did not exist however according to ilienkov economic transformation was only a precondition for a genuine communist transformation which at the end must lead to the comprehensive and harmonious development of every individual the ultimate goal of any socialist project according to ilienkov is to overcome the alienation that reduces a human individual to a mere function in the relations of production or in other words communism is a political order under which human bodies act as the subjects of their own life ilienkov also believed that in order to achieve this communist ideal there had to be a materialist understanding of human nature ilienkov claimed that all that which is human in man is 100% not 90% or even 99% the result of social development of human society and that personality is not something to be found within the human bodies but that it is something external to them crucially this claim of the external origin of the human personality is not to be confused with the long-standing psychological debate of nature versus nurture ilienkov dialectical concept of personality is beyond this dualistic paradigm stressing the role of external social environment in forming human consciousness ilienkov never perceived human beings as mere footprints of their environments even if he was routinely accused of doing so individuals remain the main agents of forming their own personalities as human nature is only acquired through shared with other people historically concrete activity of an individual body mediated by objects made by people for people including such things as words what equally disturbs vulgar materialists liberal idealists and even constructivists in their environment or vice versa according to ilienkov there is no ontological difference between an individual body and its environment it is a Spinozian monistic claim that human consciousness and nature are just two modes of one and the same substance ilienkov comes up with his own way to stress this continuity between individuals and their environments through a definition of human body as a unity or ensemble of its organic and non-organic bodies by non-organic body ilienkov understood the entire multiplicity of material objects created by people in the course of historical development these objects include both tangible and intangible structures such as concepts ilienkov himself defined that multiplicity of tangible and intangible objects as culture thus stating that culture which has been formed outside before and absolutely independently of any particular individual is a non-organic human body which includes the entire mass of objects produced by people for people in their activity and which are constantly being reproduced in this activity the individual human body then is its organic body place along with all those artificial organs that it produces out of the material of external nature and which extend multiply and empower its natural organs therefore complicating and diversifying its interactive relations with other individuals and expressions of its human essence Ilyenkov understood that his philosophical arising of this personality could have political implications he noted he noted understanding human body as an assemble of organic and non-organic bodies would inevitably lead to interpreting specific morphological features of any given body through specificities of its socioeconomic status social causes and specificities of interactive relations in which this given personality has been formed unquote in other words what actually makes us humans is unrestricted ability to connect with other bodies in an ensemble of social interaction therefore it's only through the establishment of the condition under which this connection or rather union of the organic and non-organic bodies can occur is an ultimate goal of any emancipatory effort neither the transformation of non-organic structures alone as dogmatic Marxism suggests nor the inclusion of different bodies into unchanged structures as identity politics proposes can be considered fully emancipatory despite all its revolutionary promises Soviet socialism failed on multiple fronts there is no shortage of critical analysis of those failures not only from liberal and conservative perspectives but from the leftist as well even if we disregard liberal liberal diminishing of Soviet socialism as barracks socialism there is no doubt that when we speak today of communism as an emancipatory horizon of the future we do not mean it will be anything like Soviet socialism neither the Soviet economic model nor its model of social relations appear inspiring from today's perspective at the same time to assume that the flows of Soviet socialism were not apparent to the Soviet subjects themselves and that there were no critical discussion of them is grossly misleading actually the Soviet homegrown critique of freely existing socialism is an integral part of the socialist emancipatory legacy probably those Soviet critical discussions of socialism are the most important footprints of the Soviet emancipatory project the future can only be constructed out of the building blocks of the past emancipatory struggles have histories these histories are really straight and pure they are more often crooked and perverse these histories might be the histories of mistakes and failures but they are also the histories of hopes opportunities and achievements so is the history of Soviet socialism to be able to fight against the oppressions of today and keep moving forward towards the brighter future it's vitally important to remember both the failures and the achievements of the past thank you thank you thank you thank you thank you georgie mahiro Мы сразу, да, просто переходим к моей части. Да, спасибо, что позвали нас, и да, Георгий говорил о солидарности с прошлым. Я хочу поговорить, подумать о настоящем и будущем. И здесь, да, я хотела еще добавить такое уточнение, что я уже не работаю в департаменте международной сравнительной политики и в КАСИ, но это как бы такая институциональная инерция, что на веб-сайте моё био там. И таким образом представлено, я уже перекочевала через департамент социологии на департамент психологии. Вот, и да, я люблю использовать такое самоопределение, которое позаимствовала у подруги, что я такая недисциплинированная ученая, не только междисциплинарная, бездисциплинарная какая-то. Вот, ну да, я хочу как бы предложить какой-то синтез нескольких текстов, над которыми я работала в этом году во время пандемии. Это перевод текста Джоанны Хедва «Теория больной женщины», которую я сделала для Зина «Феминистские транслокации». Это исследование, которое мы проводили с Георгием, такой отчёт мы написали о нашем исследовании, «Гражданский активизм в условиях пандемии и перспективы солидации в Кыргызстане». Это вот эта самая книга о счастье, о которой уже упоминалось. Книга о счастье для молодых и не очень ЛГБТ, и не только людей. В соавторстве с Георгием Мамедовым и Ниной Багдасарой, которая опубликована тоже, получается, по инициативе ЛГБТ-организации «Лабрис Кыргызстан». Нашими тоже товарищами в издательстве «Книги для развития». Это ещё статья, которую я написала для журнала «Кол». Это «A Journal for Body and Gender Research». Статья основана на моём исследовании сексуальности и инвалидности в Кыргызстане. Она называется «Nobody is going to want her like this. Disability, sexuality and unhappiness in Кыргызстан». То есть это тоже было какой-то частью нашего совместного проекта о счастье. И ещё один текст я написала в этом угаре продуктивности в этом году. Как раз для такого сборника, или это хэндбук, я не знаю, как этот формат обозначить. В общем, это под редакторством Мадлен Ривз и Жан-Фе Белакроу. Я написала такую главу для книги «Central Asian Worlds». Она называется «Utterly Other, Queering Central Asia, Decolonizing Sexualities». То есть здесь, да, я как бы хочу привязать к тому, о чём говорил Георгий. Как бы здесь я хочу, чтобы как раз вот эта смычка произошла и обозначить, как идеи Ильенкова, о котором тоже говорил Георгий в своём эссе, перекликаются с идеями квир и крип-теоректиков. Вот, и я себе тоже подготовила такой конспект, и какие-то места буду зачитывать, какие-то просто комментировать. Солидарность – это вот как раз та тема, да, которую мы сегодня хотели поднять, которая красной нитью проходит через все эти тексты, которые я писала или переводила в этом году. Солидарность стала ключевым словом во время пандемии COVID-19. И по словам независимого эксперта ООН по правам человека международной солидарности, Абиоры Акафор, пандемия показала, насколько человеческие существа и общества глубоко взаимосвязаны, как крепко переплетаются наши уязвимости. С одной стороны, пандемия обнажила ситуацию полной деградации системы общественной солидарности, включающей общественное здравоохранение и социальное обеспечение. С другой, низовая гражданская солидарность стала одним из самых эффективных ответов на вызовы пандемии, и связанных с ней ограничений. Неспособность правительства многих странок мира, даже в так называемых развитых демократиях, и в Центрально-Азиатских республиках эффективно противостоять распространению вирусу. Вирус является прямым результатом трех десятилетий неолиберального разрушения социального государства. Понятие солидарность имеет длинную историю, связанное с появлением идеи государства всеобщего благосостояния в XIX веке, с рабочим и социалистическим движением в XIX и XX веках, а также с антиколониальной борьбой, которая зачастую пересекала государственные границы. Нормативные определения солидарности часто фокусируются на общественном единстве, исплоченности или на чувстве сопереживания, разделяемого субъектами внутри или между группами, способствующему действиям поддержки и стремления к социальной инклюзии. Еще одно определение солидарности также фокусируется на совместном действии. Кейндис Дельмасс пишет, что солидарность – это значимое сотрудничество и коллективное действие в целях продвижения общих целей и ценностей. Шольц выделяет три формы солидарности. Первая – это социальная солидарность, сплоченность группы. Вторая – гражданскую, солидарное взаимоотношение между гражданами и государством. И третья – политическую, требующую более радикальных действий и участия в коллективе. Политическая солидарность, согласно Шольц, это единство отдельных личностей, каждая из которых реагирует на свою особенную ситуацию несправедливости, угнетения, социальной вязвимости или тирании. Мы провели такое прикладное исследование, опросили несколько активистов гражданского общества в Кыргызстане об их опыте работы в армии пандемии. Мы хотели узнать, какие есть перспективы солидарности. Между собой с Георгием мы называем этот проект «Смычка», потому что мы хотим, чтобы произошла эта смычка между разными активистами, между теорией и практикой и так далее. Мы говорили с активистами из четырёх сфер деятельности. Это ЛГБТ-активисты, фенинистки, активисты из числа людей с инвалидностью и эко-активистами. Вкратце, главные выводы, которые мы извлекли из этого исследования, это то, что организации гражданского сектора реагируют на вызовы пандемии в экстренном и тактическом режиме. Пандемия на данный момент не стала поводом для стратегического переосмысления целей и методов работы для большинства организаций. Практики солидарности носят преимущественно тактический, а не стратегический характер внутри гражданского сектора. В гражданском секторе высокая степень тематической сегрегации. Солидарность появляется только внутри определенного тематического кластера и редко пересекает его границы. Мы поняли, что наши собеседники часто не используют слово солидарность в своём активистском словаре. Его не включают самый косой словарь активиста. Согласно определению Шольц, в случае крыгызского гражданского сектора можно говорить о социальной солидарности, предполагающей сплочённость группы, но нет гражданской и политической солидарности, предполагающей выход за рамки узкой социальной группы в гражданское и политическое пространство. Когда мы выбирали респондентов для этого исследования, мы исходили из представления об этих организациях и активистах как части прогрессивного сегмента гражданского общества, разделяющего общие ценности и цели, несмотря на тематическое разнообразие нашей выборки. Между тем, для самих наших респондентов их общность с организациями за пределами их тематического поля не было очевидно. Как нам кажется, причины того, что практики солидарности в гражданском секторе носят почти исключительно тактический характер, укоренены в культуре деполитизации гражданской активности. Несмотря на то, что все наши респонденты в своей активистской деятельности преследуют по факту политические цели, достижение равенства и социальной справедливости, сами они свою деятельность как политическую не воспринимают, предпочитая характеризовать свой активизм как умеренный и гражданский. Солидарность же в первую очередь с политическим понятием. В неолиберальном дискурсе происходит размывание понятия солидарности и замещение его другими, деполитизированными категориями. Долгосрочное сотрудничество с организациями схожего профиля внутри страны и за рубежом из солидарности превращается в нетворкинг, конвергенцию, партнерство. Экстренное реагирование на кризисные ситуации часто обретает форму благотворительности. Совместные действия чаще определяются неразделением общих ценностей и повестки, а личными симпатиями и лояльностью. Между тем, кризисная ситуация пандемии, актуализирующая взаимозависимость и буквально требующая общественной солидарности, даже в повседневных действиях вроде ношения маски и соблюдения дистанции, открывает возможности для переосмысления политического значения солидарности в гражданском активизме. «Солидарность не появляется и не существует в вакууме. Политическая солидарность не может считаться солидарностью и как таковая требует объяснения». В своем исследовании мы попробовали предложить методологию воспитания солидарности, то есть мы рассматриваем солидарность как какую-то практику, навык, культуру, которая должна быть взросшена. Солидарность конструируется и создается посредством политической воли, культуры, социализации и близости между отдельными людьми, которые могут не являться членами одного сообщества и не иметь прямых социальных связей. Мы живем в ситуации острого кризиса социального воспроизводства, причины которого лежат в капиталистическом способе производства, создающего условия социальной незащищенности и повышенной прикарности. Парадоксальным образом капитализм обесценивает репродуктивный труд, от которого зависит его существование, разрушая возможности для воспроизводства социальных отношений, институтов, трудовых ресурсов и собственной человеческой жизни и условий для ее поддержания. Этот кризис, в свою очередь, способствует пробуждению критического осознания других масс и появлению солидарных движений. События во время пандемии по всему миру тому свидетельство от массовых протестов Black Lives Matter в США до многомиллионной стачки рабочих в Индии. Мы стали свидетелями того, как огромные массы людей объединяются и требуют перемен в сторону более солидарных обществ. Книги о счастье по теме солидарности тоже проходят красной нити, хотя мы, может быть, даже открыто не используем это слово. То есть можно обобщить выводы нашей книги, которая, в свою очередь, обобщает результаты нескольких этнографических исследований ЛГБТ-жизни в Кыргызстане. В таком тезисе, как «Счастье в солидарности». Мы в своей книге вступаем в полемику с такими мейнстримными представлениями о счастье, которые уже были широко раскритикованы феминистками, квир-теоретиками, левыми мыслителями. В мейнстримовом понимании счастье часто видится как результат хорошей жизни, ассоциируется с нормативными институтами, такими как гетеросексуальный брак. Появилась новая наука о счастье, которая обслуживает интересы неолиберального государства где-то в 90-х, в ранних 2000-х. Эта новая наука о счастье основана на представлении о чувствах как самоочевидных, прозрачных и подающихся измерениях, где чувства, в частности счастья, также являются основой для морали, то есть это моральный императив быть счастливыми. И таким образом наука о счастье еще раз подтверждает ценность институтов и нормативных представлений, которые и так уже считаются ценными и хорошими. И когда что-то, что-либо описывается как приносящее счастье, то это как раз и есть тот процесс, через который социальные нормы и идеалы становятся аффективными. Как будто бы относительная близость к этим нормам и идеалам и производят, собственно, счастье. То есть ассоциация, например, с гетеросексуальным браком, ассоциация с какими-то другими благами и вещами, практиками институтами, которые считаются ассоциированными с счастьем, считаются, собственно, производящими это самое счастье. И эти идеи счастья, они проблематичны, то есть уже давно как бы многие исследователи, мыслители показали, что они могут использоваться как инструмент угнетения. Они предполагают социальные и моральные различия, в том мире, в какой они опираются на идею о том, кто достоин и способен быть счастливым, согласно «правильным» сценариям. в кавычках. Противоставить этому можно то, что Джудит Ханперштамм назвала «queer art of failure», можно перевести как «квир искусства неуспеха», мне сегодня подсказали товарищки. мы можем рассматривать провалы «queer» людей в частности или других каких-то групп, которые не вписываются в эти общие известные представления о счастье. Их провал быть счастливыми как способ отказа от доминирующей логики власти и дисциплины, а также как форму критики. «Квир» и «крип-перспектива» предлагают нам новые способы для воображения, не просто какую-то фантазию об утопии в отдаленном будущем или на другой планете, а как уже существующие альтернативы гегемоническим системам. Стремление, к счастью, уже было критически изучено квир-феминистками, такими как Сара Ахмет, которая предложила концепцию, например, «aliveness», то есть на русской, можно сказать, какой-то витальности в качестве альтернативы счастью. Вызовы и борьба могут быть очень важными и центральными для того, чтобы чувствовать себя живым. Хорошая жизнь может быть местами сладкой, но она не обязательно и не всегда счастлива. И в книге о счастье мы, когда мы говорим, что счастье в солидарности, в общности, то есть мы смотрим даже на этимологию слова «счастье», и в одной из версий счастье это не только как принято толковать от слова «частью», участье, то есть твоя доля в жизни, а можно ее понимать как сопричастность. И мы рассматриваем уже существующие такие практики квир-родства как критику гетерооблеченности. Гетерооблеченность – это еще один термин, который я узнала благодаря товарищкам из Украины, с которыми недавно, с недавнего времени общаюсь. То есть это представление о компасере и гетеросексуалити, о принудительной гетеросексуальности. Квир-родство как раз представляет альтернативу к этому существующему порядку. Представление о стигматизированных группах, таких как ЛГБТ или людях с инвалидностью как о заразных, о чем пишет Александр Кондаков, которая приводит к политике изоляции этих групп даже вне времени пандемии, заставляет эти группы находить другие формы общности, родства и пространства для заботы о себе и о других. Такое квир-крип-родство формируется, когда формальные виды общности проваливаются, и социальные институты, такие как гетеросексуальная семья, являются, наоборот, источниками насилия и обнетения. Вместо установленных паттернов общности в рамках институтов кровного родства, квир-крип-родство основано на социальной общности, политической солидарности и эмпатии. Квир-крип-родство расширяет возможные варианты взаимозависимости и включает в себя не только людей, но и животных, и предметы, и атмосферу и так далее. Это очень сильно перекликается с тем, о чём говорил Ильенков. То есть понимание инвалидности, например, включает представление о взаимосвязанности совсем как внутри, так и вовне тела. То есть Георгий не упомянул, но Ильенков и его ученик Суворов как раз очень близко работали с темой инвалидности. То есть вот это понимание взаимосвязанности всего, которое включает в себя и человеческое тело, и инвалидную коляску, и собак-поводырей, и городскую и сельскую среду. Оно вот как бы присутствует и там, и там, и в Ильенковской мысли, и в Суворовской, и в Квир-крип-теории. Квир-крип-родство предлагает нам возможность другого будущего и другие способы политической борьбы через коллективное воображение. И в заключение я хочу прочитать тоже цитату из теории, из текста, который называется «Теория больной женщины», написанного Джоанна Хедва. Она пишет «Больная женщина – это тот человек, который необходим капитализму для того, чтобы продолжать существовать». Почему? Потому что для того, чтобы продолжать существовать, капитализм не может нести ответственность за заботу о нас. Логика эксплуатации требует, чтобы некоторые из нас погибли. Болезнь в том смысле, как мы сегодня используем это слово, это капиталистический конструкт, так же, как и его противоположность – здоровье. Здоровый человек – это тот, кто может пойти на работу. Больной человек – тот, кто не может. Самое разрушительное последствие подобного представления о здоровье, как о базовом состоянии по умолчанию, как стандарту существования, это то, что болезнь представляется временной. Когда болезнь – это отклонение от нормы, это позволяет нам представлять, что забота и поддержка тоже временны. В этой конфигурации забота необходима только иногда, когда болезнь – временное явление, забота оказывается вне нормы. Я раньше думала, что самые антикапиталистические жесты, которые остались нам доступны, связаны с любовью, в особенности любовной поэзии. Написать любовные стихи и подарить их тому, кого желаешь, казалось мне радикальным сопротивлением. Но сейчас я осознаю, что были неправы. Самый антикапиталистический протест – это заботиться о другом и о себе. Взять на себя исторически женский, а значит и невидимый труд по уходу за больными, заботе, вскармливанию. Серьезно отнестись к уязвимости, кропкости и прикарности. И поддержать друг друга, уважать, находить силу в слабости, защищать друг друга, создавать и практиковать сообщество. Радикальное родство, взаимозависимая социальность, политика, забота. Потому что, когда мы все больны и не можем встать с постели, делясь друг другом историями лечения и утешения, формируя группы взаимоподдержки, узнавая истории травм других, отдавая приоритет заботе и любви к нашим больным, дорогим, чувствительным, фантастическим телам, и никого не останется, кто пойдет на работу, возможно, тогда, наконец-то, капитализм со скрипом и скрежетом остановится и сдохнет. Вот у меня все. Спасибо огромное. Спасибо. Очень такие правильные слова и контекстуально правильные, особенно в наше время. Ну что, мы откроем, как бы, такую дискуссию, да? Много чего есть, о чем поговорить. Вот Сергей, например, уже готов. Так что, когда вы хотите задать вопрос или ответить, просто unmute yourself and go ahead. Нет, нет, я сейчас пока думаю. Я думала, ты уже руку поднял, Сергей. Уже готов. Ну, много о чем поговорить. Там солидарности, да? Politics of care. Вот есть ли такой концепт? Politics of solidarity. Поговорить о том, какие есть ресурсы у коммунизма. Мы, как бы, я абсолютно согласна. То есть мы хаяли коммунизм на протяжении последних 30 лет, систематически, да? Может быть, даже больше. В нашей среде. Не говоря уже там о европейско-американской капиталистической среде, где коммунизм постоянно хаялся. Между прочим, в Соединенных Штатах это считается очень плохое слово. Хуже, чем социализм. То есть это самое страшное, что может случиться. А можно я, может быть, быстро спрошу для начала, раз, Георгия, потому что мне ужасно понравился этот текст. Он где-то был опубликован. Можно на него ссылаться? Он должен выйти в этом году. А, ну отлично. А вот просто можешь пару слов сказать про, как ты понимаешь, perverse? Хочется тебя спросить про извращение. И особенно, ну вот, мы часто употребляем subversive слово. Говорим, что у нас там субверсивные всякие, есть выходки. А вот что такое тогда перверсивные, например? Перверсивная, чем она отличается от субверсивных? И как ты вообще это определяешь? Ну, текст, понятно, писался в некотором контексте, в диалоге с этим проектом, который назывался Perverse Decolonization. И с самого начала, когда меня пригласили, я все время высказывал свои как бы uneasiness с этим определением, потому что для меня идут несколько моментов. Я не вспомянул, что извращенцами всегда называют квир-людей. Мы все слышим в свой адрес это определение, извращенец. И поэтому для меня, например, это обозначение не является негативным. Я думаю, мы должны извращать очень многие вещи. И вот, собственно, Махира тоже про это говорила. Про все наши извращенные семьи, формы родства, взаимодействия, солидарности и поддержки. Это как бы предмет для гордости. И другой момент – это такой важный момент неповиновения, disobedience, который присутствует в доколониальной мысли. Что мы как раз не должны быть встроены в эти гегемонные структуры, мы должны им сопротивляться, вести себя по-хулигански некоторым образом. И мне как раз показалось, что доколониальный дискурс у нас совершенно не хулиганский. То есть где его, как бы, вот этот вот disobedient, perversive, unaccommodating, uncollaborating moment, потому что все советское было плохо, все... социализм провалился. И мы просто сейчас попытаемся как-то восстановить свою аутентичность, некую, как бы, стертую, исключенную память. И я понимаю, что многие доколониальные теоретики как бы отмежевываются и постоянно проговаривают свою, как бы, дистанцию по отношению к националистическому дискурсу. Но в постсоветском контексте в особенности видна эта смычка. Это стремление встроиться в норму или представить новую норму, которая зачастую оказывается неотличимой от той, которая нам предлагается националистическим дискурсом. Соответственно, извращенная – это не просто какая-то теоретическая операция. Это именно с гордостью говорить о своей вот этой нечистоте, о своей, как бы, сложности, проблематичности, неконвенциональности, а не пытаться ее стесняться. Так что, если говорить про perversive, то это, наверное, должно включать в себя некоторый элемент гордости своей, как бы, перверсивностью, и своей сложностью, и своей непонятностью. Ну, вот я, наверное, один из постколониальных, я не буду себя называть там, исследователь, который, в принципе, наверное, более-менее, ну, или, может быть, не строен полностью в националистический дискурс, но каким-то боком, как бы, имеет отношение, ну, по крайней мере, меня часто. И я в этом плане пользуюсь авторитетом в националистических кругах, ну, или с оговорками, конечно, меня часто обвиняют и так далее, а не то, чтобы я там была беспрекословным авторитетом. Но вот у меня вопрос по, и я понимаю всю вашу, как бы, я тоже за солидарность, но у меня вопрос к практике. То есть вот как нам начать практиковать? Это вот это самое часто против тех, не против тех, а вообще постколониальных теоретиков, которые работают в западных университетах, я сама работаю в прозападном институте. Вот что нам делать? Нам уволиться. Нам следующий application process закрыть, никого не брать на работу вместо того, чтобы взять одного из десяти. То есть что нам, как бы, как мы можем начать практиковать? И вот в этом плане националистический дискурс, он мне как бы, я вижу, что происходит вокруг, и я как бы пытаюсь встроиться в эту локальность, как-то где-то еще помогать, быть активным. И он дает, как бы, больше возможностей для солидарности, чем вот, как бы, такая, ну, как бы, представление о... Ну, вот представление о коммунизме, оно же такое, как бы, как Марс писал там. Человек должен быть свободен, работа должна приносить удовлетворение, там, человек должен быть философом до обеда, после обеда он может ловить рыбу или еще. Ну, тут вот эти, как бы, возможности без неотчужденного труда, еще чего-то, еще чего-то. Как вот этого нам достичь? Вот у вас есть какие-то предложения? Я не знаю, я вот не упомянул это, но я хотел сказать, что, например, этот текст для меня, который я зачитал, это тоже акт солидарности. Например, солидарности с Джамартом Бакамбаевым, на улице которого я живу и коммунистическую субъективность которого полностью исключена из сегодняшнего дискурса. И, соответственно, рассказать о нем, как о поэте-коммунисте, который, возможно, почему он для меня интересен, потому что, знакомясь с его биографией, понимая, что он занимался в свое время изучением тактагула, как революционного акына, для меня это акт солидарности. Я чувствую интеллектуальную солидарность сквозь время с таким человеком, как Бакамбаев, для которого тоже это был вопрос. Как быть современным, как быть кыргызом, как быть коммунистом? И я что, один такой? Все вокруг меня светлолицы, светлые русские люди. Я один поэт-большевик из Кыргызстана, и что я всегда буду вот такой экзотической, как бы, зверушкой, на которую будут указывать пальцем. Для него было естественным желанием рассказать свою историю и построить свою традицию. И для меня, например, знакомство с этим – это жест усиления, потому что я чувствую себя иногда как Бакамбаев. Ну, оставим в стороне все существенные различия. И обращаясь к его наследию, работая с ним, это акт солидарности. Так же, как и разговор об Ильенкове. То есть солидарность может быть вполне интеллектуальной. Я согласна, что нам нужно как бы очень с нюансом подходить к советскому периоду. Я вот в своей последней лекции говорила, что нам вот этот вопрос колония, не колония, нужно просто переработать в плане, потому что в советском периоде были разные периодизации. То есть ранний советский период, потом коллективизация и поздний советский период, который, допустим, я считаю, был уже постколониальным во многих отношениях. То есть такой интеллектуальный этот. То есть просто интеллектуальный такой. Не практический такой, чтобы… Нет, мне кажется, что он очень практический, потому что он позволяет нам сформулировать наше собственное представление. Вот мы смотрим сейчас, постколониальная мысль имеет там свой арабский аспект, начиная с Саида, индийский аспект, африканский аспект, или, например, доколониальность латиноамериканский. А мы как бы являемся просто потребителями всех этих дискурсов, при том, что у нас есть своя собственная колониальная и постколониальная история. Я, например, даже бы сказал, что с 1917 года начинается постколониальный период, с которым нужно иметь дело. А языка своего собственного нет. Акт солидарности в том числе вырабатывать язык. Для меня теория в этом смысле… В этом плане я с тобой солидарна, Георгий. В этом плане, что нам нужен свой язык, и мы должны, как бы, наша постколониальность не похожа ни на какую другую постколониальность. Я, как бы, I'm here with you. Но вот другие, как бы, практические вопросы, построение солидарности и за, как бы, все-таки для меня остается. То есть я пытаюсь выработать, ну, конечно, разговор не только обо мне, обо всех, как бы, этих, но в разговоре… Мы же все находимся в разных местах, в разных этих, как нам, так сказать, солидаризироваться, да? В то время, как мы должны, как бы, еще и отвечать на свою локальность. Для меня, допустим, постколониальный проект – это быть в гармонии с локальностью, да? Как-то говорить со сообществом вот здесь. Но в то же время я должна отвлекаться и на глобальные какие-то разговоры и тоже солидаризироваться. То есть, как бы, сколько может вынести верблюд? Мне кажется, Алима, даже вот этот сам факт сегодняшней встречи, это признак какой-то солидарности. Например, то, что нам удалось обсудить момент, как бы, во сколько должна эта встреча проходить, чтобы это было удобно для людей из Центральной Азии, да? Потому что, например, вот один из таких моментов, которые происходят в контексте нашего теперешнего онлайн-существования, что очень много встреч проводится, которые потенциально могут быть очень интересны людям в регионе, но она проходит очень поздно ночью, да? Тот факт, что эта встреча записывается, да, и будет доступна людям тоже какой-то акт солидарности, когда мы, например, думаем о том, доступно ли это неслышащим или неслабовидящим людям, да? Это тоже акт солидарности. Например, вот в Zoom есть опция, я не знаю, мы использовали ее сегодня или нет, автоматической транскрипции, то есть такие, да, ежедневные практики могут быть практиками солидарности. Через наше исследование с активистами мы тоже разработали какую-то методологию, которая, как нам видится, может способствовать воспитанию, да, культуры солидарности, навыка солидарности. Но мы поняли, хотя это было и прикладное исследование, что то, что необходимо делать, находится за пределами наших возможностей, как вот двух людей, и требует гораздо больше ресурсов, чем нам доступно на данный момент. То есть как бы, ну, мы сделали свой вклад тем, что мы провели это исследование и разработали методологию, а дальше уже опять-таки, да, это должны уже более какие-то широкие массы включаться. Я так это вижу. Мне еще кажется, Алима, тоже спасибо, интересный вопрос такой, что такое практика, да, разговор может быть практикой. То, что мы говорим, и есть практика, то, что мы пытаемся как бы переосмыслить свое прошлое и представить свое будущее, это и есть практика. То есть для меня вот практическое и интеллектуальное, они не разные вещи, они как бы глубоко взаимосвязаны. У меня такой ответ есть. Сергей, я уже вижу, ты руку держишь, да? Может, это даже не вопрос, а как бы кейс для размышления. Ну, во-первых, я хочу сказать, что интересно подумать о вот этих, как у вас это называлось, там, извращенных формах, да, не только в деколонизации, не только в такой квир-перспективе. Хотя эта квир-перспектива стала такой важной, да, точкой каких-то противостояний, конфликтов. Мы сейчас это видим, да, и на постсоветском пространстве, наверное, и за пределами постсоветского пространства, но как-то эта тема обострилась, да, и я понимаю, почему как бы это обострение используется как вот такой как бы важный пункт для размышления. Но я бы, я поскольку вот мигрантами занимаюсь, мне как бы интересно было бы подумать, как бы еще, допустим, о миграции, да. Может быть, в Центральной Азии это не такая точка разделения, а в России, например, это может быть точкой разделения и какой-то, то есть, можно подумать о миграции вот как таком образе и точке каких-то важных смыслов. Но я хотел бы вернуться к квир-теме, к социализму. Да, и такой представить кейс. Вот вы, мы все как бы знаем, что сейчас произошло в Узбекистане, в Ташкенте, да, когда, ну вот, какой-то, значит, активист квир-движения, я, честно говоря, подробностей не знаю, но я как бы передаю то, что я понял, да. Он сделал несколько таких публичных заявлений, которые считают провокционными. Он как бы призвал там куда-то собираться, куда-то выходить. И потом мы вдруг видели митинг с Аллах Акбар, что совершенно было неожиданно в Ташкенте, да, где, ну вот мы наблюдали 30 лет борьбу с радикальным исламизмом. И вдруг, значит, этот митинг, который вполне мог бы попасть вот в рубрику радикального исламизма, но не попал туда, в эту рубрику, и вот этого активиста избили, и такая пошла волна. Ну, то есть она началась раньше, там были какие-то заявления, да, там обсуждение статьи вот о криминализации гомосексуализма, и пошла такая волна каких-то дискуссий по этому поводу, фобии, дискуссии, агрессии и так далее, и так далее. И мы как бы еще раз увидели, что какой-то болезненный вопрос вот и на постсоветском пространстве, и в Центральной Азии частности, да, мы что-то такое видели в Кыргызстане, но вот мы сейчас увидели это и в Ташкенте тоже, да. И у меня была такая дискуссия, когда, значит, один европейский, ну, иммигрант, видимо, из России, живущий в Германии, всем нам известный такой Александр Барковский, художник, да, написал что-то такое, что вот он как бы, ну, он в шоке от этих событий, и как-то очень переживает, и для него это какая-то такая драма, все, что происходит, да. И вот этот европейский, который представился, что он левый, что вот он, и он с такой, как бы, может быть, левой позиции сказал, написал, что, ну, а зачем вы, как бы, ну, а зачем вот вмешиваться с западными ценностями вот этими в местную культуру, но местная культура вот не, как бы, не считает это все, не хочет это нормализовать, да, в публичном пространстве. То есть он, как бы, как бы критиковал это за колониализм такой, вот это, как бы, переживание, причем, как бы, критиковал, позиционируя себя не с точки зрения правого критика вот этого колониализма, а, как бы, с точки зрения левого, да, и мы, и ведь это широкое такое явление, когда мы слышали, допустим, с левых позиций много, как бы, оправданий Трампа и вообще, как бы, правых политиков, да, говорили, ну, он же, ну, за ним же, вот, там, народ, рабочий класс, как бы, там, обедневшие слои, которые, как бы, жертвы глобализма, жертвы, то есть это была такая левая риторика, а не правая, но она, как бы, была встроена, вот эта критика, левая критика колониализма была встроена в, и вот, и в этой дискуссии была встроена в то, чтобы, как бы, оправдывать вот такую местную эссенциалистскую культуру, да, какой-то такой национализм, какую-то такую местную, такую нормативность, местные какие-то порядки. Мне просто интересно, когда, как бы, вот, Георгий, вы, как бы, говорили, что, вот, есть либералы, есть консерваторы, есть националисты, а есть еще левая такая позиция. Ну, как бы, я с этим соглашался, но, но ведь есть и левая позиция, которая, с которой тоже, как бы, с вашим, как бы, высказанием не совпадает, с левой позицией, но, как бы, по-другому это все, как бы, видит, да, и как бы вы, может быть, прокомментировали вот эту более сложную какую-то дискуссию, то есть, как бы вы позиционировали себя по отношению к этим левым, не по отношению, как бы, к националистам, которым, ну, как бы, проще, как бы, себя позиционировать, из левой позиции. А как из левой позиции позиционировать себя по отношению к такой левой критике? Спасибо, Сергей. Да, это на самом деле очень важный вопрос. У нас уже много разных было опытов, когда люди, которые называют себя левыми, например, делают замечание не западным ЛГБТ-активистам, что они называют себя геи-лесбиянки, например. Буквально указывают. А почему вы не пользуетесь своими словами? У вас же есть своя культура. Или убеждение о том, что люди не из западного контекста никак не могут читать и понимать Маркса, не знаю, Фуко или кого-то, потому что это исключительно западные философы, писавшие из западной позиции. У нас был случай, когда американский ЛГБТ-активист указывал активисткам из Центральной Азии славянского происхождения, что они на самом деле колонизаторы. То есть, этих ситуаций много, но они как раз... Это такая вот часть левого спектра зараженного, не знаю, как бы... В общем-то, на самом деле, либеральными представлениями как раз вот об этой политике идентичности эссенциалистской, да, которые... Но они парадоксальным образом вас как бы вот обвиняют в либерализме. Да, понятно, да. Это такая внутренняя дискуссия как бы левая. Я думаю, что, если говорить о ее проблемах, то действительно с этой точки зрения, например, поэт Бакамбаев это тоже извращенец. Да, то есть, он извращенец для националистов, он извращенец для либералов, он извращенец для консерваторов, потому что вот кто? Как Кыргыз может быть коммунистом? Это вот примерно та же самая позиция, как бы, о которой вы говорите. Да, кто эти люди... Они не имеют отношения к культуре. Эти люди всегда были частью этой культуры. Они там живут. Они такие же узбеки или кыргызы, или казахи, или русские. Это гомосексуальность существует везде. Да, действительно, она может существовать в разных культурных формах. И вот тут мы как раз приходим к тому, о чем можно говорить, как интеллектуальной, и в том числе практической солидарности. Нам нужно знать свою историю, создавать свой собственный нарратив. Да, вот, например, один мой знакомый голландский, сказал, что когда он приехал в Ташкент в начале 90-х годов, он был просто поражен ЛГБТ-жизнью в Ташкенте, которая оказалась ему гораздо более динамичной и насыщенной, чем в Амстердаме. И я думаю, что помимо вот того шума, который мы сейчас видим, в Узбекистане продолжает существовать очень активная, как бы, и аутентичная в некотором роде гомосексуальная культура. Но мы о ней ничего не знаем. Мы смотрим в том числе на эту жизнь только сквозь призму вот этих западных концепций и оказываемся в этой дискуссии. А сложность в том, что люди, которые в Центральной Азии называют себя геями, делают это абсолютно осознанно и органично, но в то же время у них есть другие способы говорить о себе и другие способы практиковать свою жизнь, которая вообще остается невидимой. в том числе, как бы, вот эта ситуация в Узбекистане. И в этом вопрос, как нам делать нашу жизнь, наш опыт, видимым и теоретически, и практически. Если бы у нас было представление о гомосексуальности не только в рамках вот этого правозащитного дискурса ЛГБТ, что вот до 91-го, там, 97-го, 98-го года был полный кошмар, а потом раз, и все случилось. Зацвели все цветы, и появилась на небе радуга, у людей появились права, они сейчас будут за них бороться. Да нет, поверьте, в Советском Союзе во всех республиках существовала всегда довольно активная, как бы, гомосексуальная жизнь, у нее есть своя история, и нам нужно уметь с этой историей взаимодействовать. Поэтому, как бы, ответ этим левым в том, что, ну, ребят, идите учить им отчасти, как бы, и это тот момент, где, на самом деле, ну, это то, почему мы, наверное, встречаемся, дискутируем или пишем эти тексты, потому что это действительно такая точка, как бы, несовпадения и непонимания, и она, на самом деле, ну, должна проговариваться, потому что получается, что со всех сторон постколониальный субъект как бы заражен этим комплексом неполноценности. Для западных, в том числе левых, да, ты просто либерал, и, как бы, который перенимаешь какие-то, заражен этим, как бы, карго, как это называется, карго-комплексом, карго-культом, да, перенимаешь все эти, как бы, западные лейблы и не отдаешь себе в них отчета. С точки зрения националиста, ты какой-то тоже перекрасившийся, как бы, предатель своих корней. Ты никогда не впишешься в этот нормативный порядок. Именно поэтому метафора извращенца, она очень важна. И с точки зрения миграции, она очень понятна. И тут-то, как главный вопрос, а не надо вписываться? Не надо, нужно попытаться свое собственное существование сделать значимым и субъектным. Ну, я ответил, Сергей Николаевич, на ваш вопрос или нет? Я в том смысле, что это лево, это, сори, я сейчас здесь, я закончу, Сергей Николаевич. Это, эту дискуссию, как бы, она есть, да? Есть такие левые, и с ними нужно вести работу и, как бы, или, как бы, ставить их левизну под вопрос. Алима, вы что-то хотели сказать? Ну, я вот о границах солидарности, о том, насколько вот это visible and viable, допустим, мы же все, ну, вот, допустим, есть очень viable, я не знаю, может быть, не очень visible, но viable, допустим, гей-сообщество в северном Афганистане, да, они живут своей жизнью, там, у них красится по-своему, это, но они живут, они, как бы, вряд ли они будут разговаривать с нами здесь, да, о своей жизни, или, ну, вот, у них такая, как бы, эта жизнь есть, она существует, как бы, но они не хотят, допустим, чтобы мы туда лезли, в их жизнь, да, мне кажется, иногда мы просто не приглашаем людей, мне кажется, если бы мы дали людям возможность высказаться, то вполне возможно, что они бы и высказались, я хочу вернуться на одну минутку к Сергею вопросу, ну, вопросу или рефлексии такой, и Георгию, мне кажется, что для меня, что я услышала, это то, что любая теория, она должна, теория, идеология, она должна, мы должны критически к ней относиться, да, то есть коммунизм нам не дает все ответы, социализм нам не дает все ответы, капитализм, может, там не дает все ответы, но может быть, что-то где-то выборочно, вот то, что мы считаем, то, что работает, и может быть, локально makes sense, мы можем использовать, without necessarily, не обязательно subscribe to one particular label, Я, наверное, как-то хотел сказать, что можно быть кыргызом, геем и коммунистом, и в этом нет никакого противоречия, и что эта субъективность не должна оспариваться, ни с консервативной точки зрения, ни с либеральной точки зрения, которые с либеральной тебе говорят, ну тогда ты откажись от всего традиционного, что тебя маркируют, с консервативной откажись от всего либерального, нет, можно быть, и более того, эта субъективность, она полноценна, и она существует укорененно в своем как бы контексте, другое дело, что мы часто не обращаем внимания на эти контексты, потому что они нам кажутся извращенными, недостаточными, нечистыми, не нашими, неинтересными, либо мы изучаем какую-то аутентичность, а у вас люди в юртах не живут, оказывается, мы-то думали, что все в юртах живут, в Кыргызстане. Либо, или когда мы там работали в штабе, к нам приходили, о, у вас так чисто, у вас так не по-кыргызски здесь, не по-бишкекски, что и сейчас очень часто можно услышать по поводу разных мест Бишкеки, о, это так не напоминает Берлин, да нет, товарищи, это не Берлин, это Бишкек, и мы делаем это здесь не по-берлински, мы делаем это здесь по-бишкекски, если вам это напоминает, то это ваши проблемы, и вот этого ощущения, возвращаясь, может быть, к Сергею, просто эти левые западные никогда не встречались с другими формами левой или марксистской или коммунистической субъективности, а эти субъективности есть, и Ильенков, и Баканбаев, это форма субъективности, с которыми мы можем соотноситься, в той же степени, как с любыми другими западными, например, квертеоретиками, то есть тут вопрос не только в какой-то локальной адаптации чего-то, а в понимании того, что мы как бы всегда были включены в эти мысли и процессы, и нам нужно об этой субъективности постоянно говорить, и как бы для меня, например, поиск ответов, да, мы можем говорить и о коммунизме с нашей перспективы, и это будет и одновременный, и локальный, и глобальный проект, только так это возможно. Махира. Таня хотела что-то сказать до меня. Да, простите, у меня тут сет отключался, я, может быть, что-то упустила из обсуждения, но да, из того, что Сергей сказал, мне напомнила вот эта позиция, в Стартреке есть такое Prime Directive, да, кажется, в общем, там такая установка, что когда они сталкиваются с другими видами жизни, субъектности, у них есть такая директива ничего не менять в этом мире, с которым они столкнулись. И, с одной стороны, да, это можно рассматривать как какое-то такое благородное желание невмешательство и какое-то там, да, это с релятивизма и так далее, но мне в этом видится на самом деле как раз колониальная оптика и, да, такой отказ в субъектности и отказ в солидарности, то есть, да, мне кажется, что это тоже может быть очень проблематично. Ну, это такой старый французский структуралистский еще аргумент о том, когда они там ездили в Амазонию и что они там должны были менять и не менять, они должны там вводили, даже если они вводили там железные мачете, это могло кардинально поменять там жизнь аборигенов или еще что-то, но французские структуралисты, они как бы не собирались в этой Амазонии жить, да, всю жизнь, то есть, они как бы понимали, что они приехали на короткое время изучить для как бы цивилизации произвести какое-то знание и уехать. А мы как бы собираемся и жить здесь, да, то есть, наверное, это разные интенции в том плане, что когда своим этим как бы уже обустройством и жизнь, вот, ты как бы уже вмешиваешься в другие жизни собственным существованием. Мне кажется, что вопрос Сергея Николаевича очень важный, потому что я тут тоже недавно были размышления по поводу солидарности с феями, солидарности с Перри, и что вообще, что как можно быть солидарными с тем, и к чему нет. И мне кажется, что это, и как бы отсюда возникает вопрос, а вообще существует такая вещь, как деколониальная левая, как деколониальная левая, потому что слишком много противоречий. Я до сих пор как бы не знаю, но мне кажется, что радикальное противоречие здесь заключается в том, что левая идея подразумевает явно или не явно некий универсальный, некий универсализм, так или иначе эта идея о том, что люди объединены или по крайней мере должны взаимодействовать, или как-то человечество нечто единое. И как минимум мы должны принять, что существующее сексуально-гендерное разнообразие, оно общее для всех. Не бывает культур, где нет, я не знаю, каких-то тех или иных форм сексуального или гендерного выражения, как угодно. И я совершенно согласен, мне очень понравилась вот эта мысль Мойры, что Махире, что это же как бы это сказать, ой, что-то я потерял эту мысль, но в общем про то, что в принципе мне кажется, что вот эта старая идея о том, что субъективность в принципе появляется, это не что-то как это называется, примордиальное, что вырастает само как дерево. субъективность появляется в контакте с другим. Как еще Жижик писал, что момент колонизации это как раз момент рождения национального самосознания, это момент, нужен конфликт, чтобы родился субъект. И если нет встречи с другим, если культура сама по себе замкнутая и хочет быть замкнутой, то там не происходит никакой субъективации. Это как бы это тупик. Мне кажется, вот подобный какой-то тезис должен быть в основе деклониальной левой, если мы, если такое явление вообще возможно на политическом горизонте. Спасибо. Мне кажется, что в этом как раз главное противоречие, о которое мы бьемся уже 30 лет интеллектуально. Это кризис просвещенческой идеи универсализма. И очень часто сама идея универсализма становится объектом этой атаки. Хотя вопрос в том, что возможно нам нужно не пересмотреть идею универсализма как такового от той формы, с которой мы имели дело. На самом деле не универсализма, а просто гегемонного белого взгляда на весь мир и на понимание универсальности через ассимиляцию. Ты становишься, мы на самом деле обретаем человечность, когда мы становимся похожими на белого человека, на белого мужчину. Это единственный путь. Все градации, соответственно, кто ближе к этому образцу внешне, по языку, по своим манерам, по культурации, тот включается в этот универсальный мир. Все остальное обречено на вымирание. Но, соответственно, если говорить о левом доколониальном проекте, хотя доколониальный проект, он левый, потому что, собственно, он и вырастает из антикапиталистического, антиглобалистского сопротивления, что мы можем быть универсальны, но по-другому. У нас есть другие опыты универсальности, всех тех концептов, о которых мы говорим. То есть, причем, опять, от очень домодернистских до тех же модернистских форм, которые возникали в 20 веке. Почему мы не смотрим, например, на советский социализм и на его как бы апроприацию и взаимодействие с кыргызской позицией или с казахской позицией? Почему мы исключаем вот эти способы существования и взаимодействия в социализме? Не то, чтобы мы их исключаем, но они маргинальны. Тот же Сергей Николаевич много об этом писал. Или, например, какие-то формы жизни, которые я занимаюсь, это, собственно, как бы вот это не западное, а аутентичное как бы квир-существование, которое мы называем темой или в теме, которое тоже формировалось как вот в этой конфликтной зоне между репрессивной советской политикой отношений гомосексуальности с одной стороны, а с другой со всеми, так сказать, perks of Soviet socialism, с возможностью собираться в сообщество, экономическая автономия от родителей и супругов, например. Это был важнейший фактор в формировании советской гомосексуальной культуры, которого сейчас нет. Человек в 18 лет мог спокойно уйти из-под опеки своих родителей и знать, что он не умрет с голоду. И это способствовало формированию разных форм солидарности и сообщества. Сегодня, при том, что как бы нет государственного, нет уголовного преследования, большая часть людей не может себе этого позволить находиться в плену родственных отношений, потому что они не взаимозависимые, а созависимые. То есть мы можем говорить о разных практиках универсальности, разных практиках солидарности, нам не обязательно понимать их только по тем лекалам, с которыми мы всегда имеем дело. Но это не значит, что нам нужно в то же время всегда искать какую-то аутентичность. Как раз я с тобой согласен абсолютно ручь, что наша субъективность возникает на пересечении этих конфликтов, и именно эта субъективность является нормой, если уж на то пошло. Я вот сейчас же большой скандал по поводу Манижи в России. Но Манижи это как раз та форма вот этой самой деколониальной универсальной субъективности. Если там ее главный недославянка хит внимательно прослушаться, он же направлен не только против русских ксенофобов. У него есть месседж и таджикским националистам, в котором он говорит, я не там и не здесь, но как бы я вот такая вот нечистая, грязная для всех извращенка. Но таких людей большинство. Мы все живем в постколониальной субъективности. Вот таких людей большинство. Насколько как бы сами люди большинство думают о себе, что они извращенцы или там ну как бы как сказать в регионах находятся нервы. ну вот возвращаясь к вашему примеру с Узбекистаном, ведь там же вся история началась из-за того, что группа молодых людей, увлекающихся кей-попом и аниме, это очень большая вообще тоже еще очень интересная тема. Это такая форма культурной апроприации и взаимодействия, которая происходит не с запада, происходит с востока и становится как бы абсолютно новым глобальным двигателем вообще вот этой культуры. Так вот, молодые люди из этой даже как бы это даже не субкультура, это сейчас больше, чем субкультура, собираются и их обвиняют в том, что они геи. И поэтому на них случается нападение и оттуда вся эта как бы гомофобная волна. В то же время огромное количество молодых людей, которые красят волосы, считают себя фэмбоями в ТикТоке, из всех утюгов кричат «нет-нет, если я крашу волосы, ногти или ношу серьги, я не гей, не воспринимайте меня таковыми». Вот мне кажется, вот эта самая точка, где как бы вот эти попытки маргинальной культуры становиться гегемонными, задавать новую норму, всегда встречает это сопротивление нормализации. Но мне тут кажется, вот по такому принципу, или крестик с ними, или трусы на день, извините, если ты красишь волосы, слушаешь кей-поп, отказываешься от всей этой токсичной маскулинности, но при этом не считаешь себя геем, то как минимум держи свой язык за зубами, потому что ты должен быть благодарен нескольким поколениям гомосексуальных людей, которые создали эту культуру, которой ты сейчас пользуешься. И с крашенными волосами, и увлечением аниме, и производством всех этих яой, хентай и так далее, и с тем визуальным стилем. И поэтому очень важно нам говорить про это извращение. Извращение действительно может стать нормой. Важно в том, чтобы когда оно становилось нормой, мы не забывали о его извращенном происхождении. Это прекрасно, что именно модель как бы такого софтбоя, которую сейчас адаптируют многие гетеросексуальные условно мужчины, авторами этой модели является гомосексуальная культура. Мы ее сделали. Мы были те, которых били, пинали за все эти проявления. Теперь это стало мейнстримом. Давайте не забывать об этом. Не будем пытаться встроить это в существующую норму, а наоборот пытаться эту норму подорвать. Вот это, наверное, я считаю или называю этим извращением. И в этом и есть этот ответ. Универсальность возможна. Просто она не должна нас пугать. Мы все являемся авторами этого универсального проекта. Но это нормализация и вписание в себя в мейнстрим тоже по-своему нормальный ход вещей. То, что они забывают свои корни и свое происхождение вот такое ненормальное извращенное происхождение. Это же тоже какие-то такие процессы, которые неизбежны, по-своему закономерны. И только таким образом они входят в какой-то другой публичный мир, какие-то другие сегменты этого мира. то есть деконструкция этого она я ее как бы интеллектуально понимаю и приветствую, насколько она возможна как бы социально. То есть из марксистской позиции можно было сказать, что в неолиберальном мире она как бы невозможна социально. Это деконструкция. Она только возможна интеллектуально. И поэтому тут на самом деле нужно просто неолиберальный мир менять. Но это такая глобальная перспектива, когда он там еще этот неолиберальный мир рухнет и под его обломками мы как бы обретем настоящую свободу. Он постепенно рушится, Сергей Николаевич. Даже то, что проникает в мейнстрим, это же признак того, что он подтачивается. Да, мне кажется, что часть этого процесса это как раз вот эта самая дестигматизация, которая силами активистов сейчас, ну, как бы, все, что произошло со словом квир, например, и мне кажется, дестигматизация в общем случае это дестигматизация impurity, то есть, как бы, нечистоты. я это так вижу, например. Поэтому, собственно, мы все время повторяем про креольность тоже, потому что это тоже своего рода дестигматизация нечистоты, потому что нас всегда меня называли полукровкой, как бы, и в этом был всегда уничижительный смысл. И мне кажется, что параллельно как бы идут два процесса. Один процесс нормализует тех, кто отличается, носит сережки там и так далее, но есть и другой процесс, который активно, как бы с помощью активизма дестигматизирует всех нас нечистых, получистых и так далее. Поэтому я говорю, что очень важно, например, дерусифицировать советскую историю, потому что это такой же процесс, если ее кверизация или ее извращение. То есть, мы настолько привыкли видеть, вот ставить этот синоним между, особенно на английском языке, между советским и русским, что мы практически, что происходит, мы буквально так же, как в случае с этими как бы гетерософтбоями, которые говорят «не называйте меня геем», также мы говорим про советское и как бы все, что происходило в Советском Союзе, называем русским. Фактически, просто устраняя из истории людей, их пот, кровь, жертвы, жизни, мечты, тех людей, которые не были русскими, которые не считали себя русскими, но которые в то же время видели себя частью этого проекта, у которых сложились очень сложные субъективности, которые говорят на русском языке, не выглядят русскими, не считают себя русскими, не ассоциируют себя с русской культурой в этническом смысле, но являются носителями русского языка. И получается, что они такие же извращенцы и с доколониальной точки зрения, то, как она озвучивается сейчас, они тоже всегда будут наделены этим комплексом неполноценности, потому что они никогда к своей аутентичности не вернутся. И с модернистской точки зрения они извращенцы, и с аутентичной точки зрения они извращенцы. Я даже сказал, что Сталин был главным извращенцем в этом смысле. Я думаю, что интеллектуальная актуализация вот этого извращения, извращенных форм жизни с точки зрения вот этой модернистской нормы, это часть превращения в социальную практику. Давайте подумаем, если мы будем говорить о советской истории, даже в академическом ключе, не как о русской, если мы будем описать историю там кыргызского или казахского социализма, видеть эту историю не только с этническими маркерами, но и по большому счету это не только русоцентриск, это просто москвоцентричная история, как будто все, что происходило в советском мире, происходило в Москве. И вот это же абсолютно, где этот самый эпистемологический дисобидиенс, в том числе современных доколониальных мыслителей, которые воспроизводят как бы вот эти либеральные догмы сорокалетней давности пыльные, о том, что вот там товарищ Сталин и все прочие просто как бы фигурки на карте в Москве передвигали и вся советская жизнь как вот по движениям палочки дирижера играла. Нет, она такой не была, она была гораздо более сложной и противоречивой. И мы первые, кто должны об этой истории говорить. Это как один из шагов. В том числе, например, об истории гомосексуальности, об истории диссидентства марксистского внутри советского проекта. Или, например, сегодняшние истории иммигрантов. Вот у нас был тоже, опять я возвращаюсь к Маниже, в которой есть персонаж, который хочет назвать своего ребенка Арсений. потому что у нас был здесь коллега Арсений. То есть это сложная жизнь, а мы всегда этой сложной жизни отказываем сложностей, то есть в субъектности. Все хотим встроить в эти четкие рамки и действительно, наверное, просто сама возможность отказаться от этой рамки даже при всей нашей прогрессивности просто отдается болью, а что тогда придет на ее место. Тогда нахлынет вся эта сложность, в которой мы должны будем понять, что и марксизм, и гомосексуализм не были придуманы на Западе в 19 веке исключительно, а имеет всю такую свою сложность и как с этим быть. Да, мне кажется, это вообще большой проект, даже если взять просто историю культурную, скажем, Казахстана 20 века и взять литературу, искусство и так далее, все же эти деятели великие казахские, они же все были коммунистами, как бы, и это так странно не увязывается с общим современным этим антикоммунистическим таким настроением в стране, то есть, то есть, здесь, да, непонятно, как это можно. Можно нам отказано в субъективности во время советского периода, потому что мы были corrupted, duped, and so on, но сейчас нам тоже отказано в субъективности, потому что мы имеем такую историю, а, соответственно, только Запад может научить нас или либеральные теории могут научить нас, как нам протестовать, что нам делать, и у меня, например, вспомнился Жижик, про которого Русь сказала, который высказался по поводу протестов в Беларуси, что ему все понятно, куда ведут эти протесты, что бедные, несчастные эти белорусские люди, которые опять просто хотят в Европу, и ничего другого у них там не происходит. И вот мне кажется, что переосмысление вот этого множественных этих историй социалистического, советского, коммунистического, внутри Советского Союза, вне Советского Союза, далеко за пределами Советского Союза, там в Гренаде, на Кубе, там в Латинской Америке, заставляет нас тоже видеть множественность современного протеста, множественность того, как мы можем интерпретировать агентивность, политическую агентивность внутри таких стран, как Беларусь, которые вообще не на радаре никакой политической географии, не влияют ни на что, и многие даже не знают, где находятся. И мне кажется, что вот вот тоже про солидарность мы говорили, как делать эту солидарность, вот это переосмысление заставляет нас менять нашу повестку, за что мы боремся, с кем мы видим солидарность, а с кем не видим, но также заставляет нас переосмысливать, что мы видим в качестве протеста. То есть это кажется просто, но это на самом деле очень сложно. Что такое политический протест? Это протест на улице или это, как сказала Махира, забота о ком-то дома? То есть что включает в себя политическое в таком смысле? Что такое агентивность в этом? И мне кажется, что мы за этим сможем увидеть намного больше линий и возможностей для солидарности. И даже через наш пример, когда мы, например, Георгий, помнит, приглашали штаб в Минск. Это не была уличная улица, это не был мувмент, это не было, но для нас это был важный момент солидарности. Мы позовем активистов из Бишкека или мы позовем активистов из Германии, например. С кем мы выстраиваем эти линии солидарности? С кем мы видим, о ком мы хотим заботиться? О ком мы care? И с другой стороны, рядом с кем мы начинаем рефлексировать тоже по поводу нашей комплисити и по поводу того, как мы продолжаем воспроизводить и встраиваться, потому что тоже я не хочу сказать, что в Беларуси нет желания to fit in и нет желания быть в Европе. И, конечно же, во многом протесты в Беларуси это желание быть в Европе. Но, с другой стороны, это ведет нас в никуда, если мы смотрим на это только с этой точки зрения и игнорируем вот эти низовые и какие-то более субверсивные, перверсивные, нечистые, непонятно, как их вообще define структуры сопротивления. Вот. Коллеги, у меня терминологический вопрос, который очень важный вообще для написания. то есть английский термин subjectivity уже переводится как субъективность. Я думала, что он переводился как субъектность. А субъективность это было типа субъективное отношение. Теперь я поняла, что это субъективность тоже, да? Или как? Кто знает, как писать? Это очень важно. субъективность, я думаю. Я думаю, что мы же просто здесь на такой смеси всех имперских языков говорим, поэтому... У меня текст в голове, я думаю, блин, я что, неправильно написала, что теперь так не пишут. Теперь все пишут субъективность. Окей. Мне кажется, что пишут и субъективность, и субъектность, имеют субъектность. Да, пытаются. Сергей, вы что-то хотите? Я хотела вопрос задать Махире, потому что я знаю, что там и свет выключают, и уже люди покидают как бы встречу. Вопрос вот именно о вашей, о твоей презентации, Махира Дельбаровна. Я последовала, я Светлана Валентиновна Ганнина. Ганна была у меня бабушка, да? То есть я тоже пытаюсь как-то fit in. У меня вопрос, что мы будем делать with the state, с государством, да? Ну, мы там говорим, что политические люди как бы даже вот то, что они делают, они об этом не думают, что это политические. И да, на каком-то уровне я абсолютно согласна, что мы должны критически относиться к этому, что такое политическое. Я смотрю на женщин, мусульманок, которые от Энляр в Фергане, в долине, а для меня их работа является политической. Им не нужно на улице выходить, кричать для того, чтобы быть политическими, на каком-то уровне. Но на другом, у меня другой вопрос, немножко в том плане, что мне кажется, исходя из своего опыта и опыта всех моих близких, там есть боязнь показаться политическим, да? Все-таки как бы государство, оно есть, оно существует, и оно авторитарное, whatever, you understand, Авторитарное. Авторитарное, да. Что вот с этим делать, когда ты боишься, когда ты должен self-censor, да, свою политичность, чтобы тебе не попасть в какие-то неприятности? Да, это тоже очень важный вопрос, и спасибо, Светлана. И как раз весь этот флешмоб с матчествами, он произошел как раз в этом столкновении с государственными институтами, когда как раз-таки эти институты являются источником насилия, абьюза, являются как бы да, они не выполняют какую-то функцию заботы, а наоборот предают людей, да, вот эта история с Салтынка Павловой и документами ее детей, и как раз тоже получается, что о чем я говорила, как раз-таки квир-родство и крип-родство, да, вот эти альтернативные сети взаимной заботы, общности, да, солидарности, они произрастают как раз-таки тоже из отсутствия государственной поддержки или как раз ее извращенность какой-то, то есть, да, когда да, опять-таки, да, не выполняется изначальная функция многих институтов, и Джоанна Хедва, которую я переводила прошлым летом как раз на пике пандемии в Кыргызстане, она как раз тоже этим вопросом очень сильно озабочена, она как раз вступает в такую полемику с Ханной Арендт, да, по поводу того, что является политическим действием, то есть, как бы, очень часто, да, мы видим активизм, как, например, уличный протест или какое-то прямое действие, а что делать, например, больной женщине, которая не может встать с постели, как она может участвовать в политическом движении, или когда мы знаем, что протест практически гарантированно будет связан с полицейским насилием, да, и когда уже изначально многие группы исключены из этой возможности, например, как женщины с инвалидностью, которые не выходят на 8-мартовский марш уже два года, потому что они говорят, что да, мы в случае чего мы не сможем убежать, да, или, да, те люди, которые исключены из этой возможности публичности, тоже видимости, потому что у них рабочая смена, и они не могут участвовать, то есть как бы это очень большой вопрос, и очень часто, да, надо смотреть, да, ну, я уже как-то думаю, что мы тут уже заседаем больше двух часов, и я представляю, каково будет людям, которые захотят это все посмотреть в Ютюбе, вот, я не знаю, это очень действительно интересная дискуссия, но спасибо, Светлана, что вы организуете эти встречи, я думаю, что можно продолжить эти обсуждения в будущем. я хотел бы добавить два слова про государство, мне кажется, что как раз репрессивные и авторитарные государства зачастую воспринимают нас как субъектов, в отличие как раз вот от тех комментариев, которые дают наши западные товарищи, которые в том числе называют себя левыми, если государство выставляет против тебя полицейский отряд, угрожает тебе преследованием или исключает или ставит под сомнение твое право дать твоим детям матроним или матчество, оно очевидно воспринимает тебя в качестве субъекта, оно видит за тобой субъектность, твою возможность говорить, да, оно с твоей субъектностью не согласно, оно готово эту субъектность подавлять, но оно не ставит ее под сомнение. А вот, скажем, когда вы получаете шенгенскую визу и проходите процедуру унизительную в очень приятном месте, чистом, стерильном, где вы должны доказать свою человечность в первую очередь, чтобы попасть куда-то, эта система тебя не воспринимает как субъекта. Ты для нее объект, и свою субъектность ты еще должен доказать. и доказать свою субъектность определенного типа. Так что вот это, мне кажется, тоже о чем Таня говорила, наше взаимодействие с репрессивными структурами и с различными структурами имеет очень разный опыт. И этот опыт может быть очень ценным, в том числе опыт, не знаю, советского сопротивления, в том числе социалистических позиций, например. и это дает самые различные формы политическую. Политическая тоже часть вот этого универсалистского дискурса. И мы воспринимаем политику только как политику вхождения в норму. Дайте нам права. Включите нас в ваши системы институты. Но политику можно понимать совершенно по-разному, в том числе как нежелание вступать в эти институты, как автономию от этих институтов, как сопротивление этим институтам. И зачастую эти существования этих институтов и делает нас субъектами. И вот этот процесс важно понимать, что как раз невписываемость сопротивлений и наделяет нас субъектностью и таким парадоксальным образом даже может делать нас счастливыми в сопротивлении, в борьбе, в инаковости некоторым образом, а не наоборот в стремлении напроситься, упроситься в существующий порядок и нормализоваться. А книжку вашу можно купить? Да, но как-то нужно это организовать. Она у нас только в Бишкеке распространяется. Я тоже хочу, я не знаю как это организовать. у меня тоже такой был вопрос. По личным знакомствам можно организовать по постам. Вольно сканировать и распространить. Да, но мы онлайн мы можем сделать тизер, она в ближайшее время появится как PDF онлайн, так что проблем и бесплатно будет распространяться. Да, потому что я могу несколько, вот я из московских магазинов запросто могу покупать digital copies, но вот именно с этой книгой мне так хотелось почитать, я уже не знала куда у кого попросить сделать небольшую копию хотя бы одной главы. Ну, будем ждать. Да, она в ближайшее время, я думаю, что до июня скорее всего она будет доступна онлайн. Я ужасно рада, Светлана, что вы сегодня позвали на встречу Георгия и Махиру, потому что это люди, которые очень сильно на нас повлияли и вообще я считаю этот бешкекский дискурс, его надо как бы больше видимости, не знаю, мне кажется, это очень важные идеи, которые нуждаются в распространении. Да, мы даже пишем вот этот новый выпуск, который будет по гендеру, мы там всегда подчеркиваем, что вот именно как бы такая есть теперь бешкекская школа. В каком-то смысле, да, мы не хотим ее нормативно делать, но там, то есть, мы об этом говорили в предыдущих встречах. Всем огромное спасибо, до следующих встреч. До встречи.